Компания Мика Гардиан представляет Сегодня мы расскажем о преимуществах микроклонального размножения и рассаде инвитро Началось все с того, что нам позвонили из лаборатории, которая использует метод микроклонального размножения саженцев и рассказали о своей проблеме в период адаптации рассада инвитро к нестерильным условиям Выпадение растения достигает 60% Сотрудники лаборатории купили у нас разные виды триходермы Они добавляли ее в торф при пересадке растений, выращенных в стерильных условиях на питательной среде Что из этого вышло, смотрите далее Давайте разберем, в чем суть метода микроклонального размножения растений Для него берут растение-донор, которое предварительно тестируют на отсутствие бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний Выделяют из него группу клеток, пересаживают на питательную среду Эти клетки делятся и сначала образуют недифференцированную колусную ткань Из нее потом и растут эти маленькие растения Все это происходит в условиях строжайшей стерильности Вот таких малышей пересаживают в питательную среду, в которой есть все необходимые микро- и макроэлементы А также гормоны для роста и развития растений Немного странно видеть саженец клубники без корня Так ведь? Но так, как все необходимые для роста в среде присутствуют, растение растет А корень образуется позже, об этом этапе мы расскажем далее в видео В чем преимущество микроклонального размножения? Во-первых, посадочный материал обладает повышенным здоровьем и генетической однородностью Вся рассада в буквальном смысле слова, как две капли воды, похожа на растение донор Ведь все выращенные саженцы являются клоном начального растения Сотрудники лаборатории отбирают самые здоровые экземпляры высокорожайных, востребованных на рынке сортов Эти растения обладают полным набором сортовых качеств, без инфекций и генетических отклонений Их клонируют в стерильных условиях, получая большое количество рассады Во-вторых, большая экономия посевных площадей Выращивание маточника происходит в лаборатории, где растения находятся на стеллажах в 6-7 ярусов В-третьих, в таком состоянии, как вы видите сейчас на этом видео, рассаду размножают весь год Затем ее пересаживают в другую питательную среду, где формируются корешки А в конце февраля сформированные растения высаживают в торфяные кассеты Где и происходит адаптация к нестерильным условиям Адаптация проходит в теплицах с искусственным освещением, стабильной температурой и влажностью К концу апреля-началу мая саженцы готовы к высадке на промышленные плантации У вас может возникнуть вопрос, если этот метод имеет столько преимуществ В чем же загвоздка? Почему не размножать все саженцы таким образом? А проблема как раз в периоде адаптации Большое количество растений не проходит этот этап К сожалению, выпад растений составляет от 60% и выше Начальные затраты на создание стерильных условий в лаборатории, конечно же, значительны Но самая большая проблема – это гибель выращенных растений в период адаптации И вот сотрудники лаборатории решили провести эксперимент Во всех наших предыдущих видео мы говорили о том, что жизнедеятельность триходермы положительно влияет на свойства торфосмеси Триходерма улучшает ее структуру, перерабатывает вещества торфа в такую форму, которая доступна растениям для питания А самое ценное свойство триходермы в том, что она выделяет природные антибиотики и другие активные вещества, ускоряющие рост и укоренение растений А окажет ли триходерма такое же воздействие на микроклоны? Посмотрите, какие саженцы слева Они высажены в один день с теми, что справа Однако, очевидно, что они выше У них более мощная корневая система, больше междуузлей и, соответственно, листьев И нас чрезвычайно порадовало сообщение клиентов о том, что после смешивания торфосмеси с зернами триходермы укоренились и прошли адаптацию значительно большее Количество саженцев, чем на контрольном участке Конечно, качество адаптации зависит от многих условий В том числе от строгого соблюдения определенного режима микроклимата в теплицах Но в одинаковых условиях наша триходерма работает И количество сохраненных саженцев вполне удовлетворяет наших клиентов Мы спросили у ребят, какой вид триходерма показал себя наилучшим образом По их наблюдениям, все три вида оказывают благоприятное влияние на процесс адаптации и развития растений Купить продукцию лаборатории Мика Гардиан можно по контактам на экране